Всем привет, дорогие друзья! С вами Мэтт Скрим и сегодня очередные спойлеры на следующую неделю. И помимо спойлеров, я также в конце видео разыграю один аккаунт, потому что очень многие просят, говорят, когда розыгрыши. Сейчас, скорее всего, будет довольно-таки много розыгрышей, поэтому следите за всеми видео, чтобы их не пропускать. Итак, друзья, самое основное событие следующей недели это Арбы, награда за которые будет Шерлок и Ясновидящая. Ясновидящая, понятно, она уже у многих есть, это топ-1 герой для боссов, потому что она разгоняет весь ваш урон. Но, что касается Шерлока, разработчики реально удивили, этот герой до сих пор в мете, он конкретно сильный. Если вы PvP-игрок, я настоятельно рекомендую открыть Арбы именно под Шерлока. Но вы также должны рассчитывать свои Арбы, чтобы к концу ноября, а именно 27 ноября, начнется Черная Пятница и обычно на Черную Пятницу дополнительные награды именно в Арбах. То есть помимо какого-то героя крутого, вы также сможете получить дополнительные награды. Поэтому, если вы успеваете к ноябрю накопить 4 круга, тогда можете смело какую-то часть открывать в Шерлока. Следующее, это Героическое Чудо, основная награда Белрэйн. Это Миракл с английского. Далее, Принадлежности для Середины Лета. Это какое-то уникальное событие, подробности по которому пока не ясны. Но, то что на данный момент известно. Во-первых, вам нужно использовать на этом событии золото для покупки каких-то припасов. Эти припасы включают в себя Арбы и Камни Развития Героя. Они будут выдаваться ежедневно. Помимо этого, дополнительная покупка даст вам перья и осколки. Вот насчет дополнительной покупки, насколько я понимаю, эта покупка будет как раз таки за донат. То есть, первую часть припаса вы покупаете за золото, а дополнение к этому уже за донат. Ну, я так предполагаю, пока точной информации нет. Поэтому в пятницу увидим. Хотя, скорее всего, уже в четверг будет информация. И, также, самая последняя, но немаловажная, это мастерская Ормуса, в которой добавят уже развитие короны, золотой короны и факела степного пожара. То есть, на два этих артефакта добавят дополнительные эффекты. Это очень круто и этого очень многие ждали. Поэтому готовьте расчехлять свои сундуки с уникальными донатерскими артефактами. И, уже в эту пятницу, мы сможем понять, что стоит из них забрать. Я также сделаю по этому гайд. Ждите гайд по донатерским артефактам по мастерской Ормуса. Так как это очень важно абсолютно для всех. И, как и обещал напоследок, друзья, мы разыграем вот такой вот аккаунт от Андрея. Андрея, Аида, Кэрри, Аспен, две Горуды, Пенни и Хорус. И, также, очень много саппорта для тех же боссов. И, для участия в розыгрыше на данный аккаунт, вам нужно быть всего лишь подписанным на канал, поставить палец вверх под этим видео и написать абсолютно любой комментарий, друзья. И, мы уже приближаемся к отметке в 25 тысяч. Давайте добьем это, к примеру, до следующей недели. Это было бы нереально круто с вашей стороны. Я знаю, что вы можете, друзья. В общем, аккаунт довольно-таки крутой. Давайте посмотрим, до какого уровня он прошел землепечати. То есть, 17-й у нежити, 17-й у тьмы и всего 14-й у леса. На самом деле, лесные землепечати можно пройти без проблем с помощью двух Горуд. Вот, к примеру, давайте даже сейчас я выставлю две Горуды какого-то Аберона без, там, каких-то излишеств. И мы проверим. К примеру, Росса. Конечно, он не выживет, но попробуем. И поставим Феникса. Кстати говоря, в идеале вообще поставить этого Охотника на Драконов. Так как Феникс не синергирует с героями без поджога, соответственно, дополнительного урона от него не будет. Давайте я вам покажу. Значит, если вы проходите землепечати леса, я настоятельно рекомендую использовать вот этого героя под Феникса. Вот он, убийца Драконов. Сейчас я его быстро прокачаю на сотый уровень. Давайте это сделаем вместе с вами. Значит, смысл этого героя в том, что он как раз-таки накладывает поджоги. Они не постоянные, но они реально долго действуют. Вот давайте проверим его основную ульту. Так, здесь три раунда, но вот с последней пассивки при получении атаки снижает бронебойность врагов на 10% и поджигает их каждый раунд, нанося урон. Но это не важно, на 6 раундов. То есть поджог будет длиться вот с этой пассивки 6 раундов. Это довольно-таки много. Это может позволить как раз-таки пройти землепечати леса. Что мы сейчас с вами попытаемся сделать с помощью двух гарут. Кстати, у гарут нужно еще посмотреть экипировку. Я ее не смотрел. В общем, следующий владелец, я думаю, будет доволен. Так. Охотник готов. Убийца, точнее. Давайте ему поставим броньку. Далее, ясновидящая. Тут все четко. У гаруты все четко. И тут пистолет. Ну, вообще все замечательно. Единственное, что я не уверен, какие пассивки выставлять. Давайте попробуем с атакой, потом, если что, изменим. Вот эту гаруту я хочу сделать полностью в жир, так как она будет впитывать урон. Очищение также ей сделаем. Все, отлично. И на самом деле, в идеале, я бы поставил вот этот артефакт с ясновидящей. Давайте так и сделаем. А на ясновидящую, к примеру, любой артефакт на какой-то жир. Желательно поглощение урона. Сейчас его где-то найдем. По-быстрому. Тут вот, вы можете видеть, донатерские артефакты. Я их не показывал. Но они есть. Сейчас, скорее всего, к этому еще вернемся. Итак, ясновидящая бронька. Аберон. Баночки, к сожалению, нет. Давайте ее прокачаю быстро. В общем, сейчас с двумя гарутами мы попытаемся пройти максимальный этаж. Пистолет есть. Это довольно-таки хорошо. Уже плюсик нам на успех. И артефакты давайте. Так, мне нужно все. Отлично. Баночка на Абероны готова. Так, убийца на драконов. И можно еще кого-то, на самом деле. Еще одного Аберона давайте. Сейчас его также прокачаем. И залетим. Оливия очень хорошо помогает также. Она, кстати, есть тут или нет? Ее, скорее всего, тут нет на аккаунте. Может быть, в осколках? Нет, Оливии я не вижу. Очень много, кстати, корма на этом аккаунте. Итак, сейчас забиваю Аберона, и мы переходим к фарму лесных земель печати. У нас вот такая команда получается. И давайте по-быстрому попробуем пройти эти земли. Феникса. Все, полный фарш, друзья. И мы залетаем. Поехали. Посмотрим, что из этого получится. А, блин, я неправильно расстановку сделал. Мне нужно было одну гаруду поставить в первый слот. Точнее, во второй слот. В первый ряд. Я для этого ей и сделал артефакт на поглощение. Ну, я думаю, что именно вот этот уровень, возможно, получится пройти и такой расстановкой. Как вы видите, это довольно-таки уверенно сейчас происходит. Конечно, это еще не стопроцентная победа, но близкая к этому. Так, давайте. Гарудочки. Отлично. Пятнадцатый уровень пройден. И на шестнадцатом мы выставим все-таки гаруду с поглощением в первый ряд. Сейчас посмотрим вообще, как проходит бой. И после этого я просто с кипами попробую пройти максимальный уровень. Так, Аберончики, давайте. Еще нужны контроли. В идеале, если босса убить первым. Так как, кто не знает, все вот эти миньоны, они хилиют босса при смерти. Это, конечно, напрягает. Ой-ой-ой, хороший урон. Давай. Блин, по боссу не попало. Ну, что ты будешь делать? Как так? Четыре цели было, и она ударила по трем, но по тем, по кому не нужно. Жесть. Да, ну тут, конечно, проиграли, но вы видели, это было очень близко. Давайте еще один раз посмотрим. Просто четыре целей, и Горуда ультанула не туда. Там бы босс реально отлетал. Ладно, давайте смотреть, что у нас здесь получится. Кстати, босс очень сильно проседает. Ясновидящая, к сожалению, не по боссу ультует. То есть метки не по боссу залетают, это очень плохо. Желательно, чтобы ясновидящая именно по боссу ударяла. Так. Сейчас будут очень сильные ульты, смотрим. Давай добей босса. Да что ты будешь делать? Ну, просто не фартит. Хотя у босса сейчас довольно-таки мало здоровья, но скорее всего она не добьет его. Сейчас Феник, кстати, ультанет еще. Но у нее ульты нет. Да, и она умирает. Ладно, давайте попробуем пропуском этот уровень. Еще раз. Победа. Все, отлично. 255 миллионов от второй Горуды. И давайте также пропусками. Пять штучек у нас осталось. Пять ключиков. Попробуем пройти семнадцатый. Победа, друзья, семнадцатый. Двадцатый. Вот так вот просто с четырнадцатого получается до семнадцатого мы прошли. Сможем ли восемнадцатый продавить? Нет. Но я думаю, что вот такая команда, ее немного нужно подредактировать. И она сможет пройти двадцатый леса. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Участвуйте в конкурсе. Давайте добьем 25 тысяч подписчиков до конца недели. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте пальцы вверх, если было полезно. Пишите ваши вопросы в комментариях. И увидимся в следующем видео.